Сегодня наш актовый зал переполнен, потому что здесь проходит полуфинал Лиги КВН и НИК. Шесть лучших команд, прошедших стадию фестиваля, выясняли, кто из них смешнее из двух конкурсов. И только четыре команды из шести получили путевку в финал Лиги КВН и НИК, который состоится в середине мая. В итоге лучшей стала команда кафедры пожарной безопасности. Ее представители Никита Герасимов и Виктория Гуспангалива стали мистером и мисс полуфинала. Никита, я поздравляю вашу команду с победой. Расскажи, как проходила подготовка к игре? Большое спасибо. На самом деле наша подготовка была не очень слажена, не организована. Я отсутствовал четыре дня на праздники на 8 марта, ездил к бабушке, помогал. Команда репетировала. Без меня еще буквально вчера на редактуре, сегодня на генпрогоне я так много косячил. Я постоянно забывал слова, не мог выучить, не мог запомнить, по какому порядку идут миниатюры. Но все-таки мы перебороли весь свой страх, собрались в кулак и выиграли. Вопреки традициям, ведущим сегодняшнего события был не Гурбан Дадашов, а Денис Кривонос. В прошлом известный КВНщик Конститута нефти и газа. Поделись впечатлениями, расскажи, как проходила подготовка к выступлению. Привет, Вова. Я хочу сказать, что все проходило довольно-таки в сжатые сроки, потому что главному редактору нужно улетать на вахту, и поэтому сроки немножечко сместились назад, из-за чего командам было достаточно трудно подготовиться к выступлению. Но несмотря на это, я ими горжусь, честно. Правда, они такие молодцы, это был нереальный уровень игры. Насколько я знаю, еще у нас не было игры, которая подходила по уровню к этой. Для меня это самая лучшая игра, которая была. Не только потому, что я дебютировал как ведущий. Команды в достаточно сжатые сроки подготовились, выступили на высоком уровне. Да, конечно, были недочеты, но они есть у всех. Но, тем не менее, они огромные молодцы. Я ими горжусь. И желаем только успехов, удачи в творчестве и в юморе. Владимир Мазанцев, Кирилл Ченцов, ОЛНьюс.